Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! 82 года назад этот голос сообщил всему Советскому Союзу о начале самой кровопролитной войны в истории человечества. 22 июня в 4 часа утра немецкая авиация и артиллерия без объявления войны начала наносить удары по нашим городам и селам. Этим летним утром для всех жизнь разделилась на до и после. Война была очень долгая. Никто тогда еще не знал, как и когда она закончится. Все верили в победу. Но много-много миллионов свечей зажгли за это время, пока шла война в дома городов и маленьких сел. В память о тех страшных событиях миллионы свечей зажигаются и сегодня по всей стране. В этот трагичный день, который объявлен Днем памяти и скорби, мы вспоминаем о мужестве и подвиге советских солдат. Несмотря на внезапное наступление фашистов и огромные потери, они дали врагу мощный отпор. У нас есть такая черта – никогда не сдаваться. Мы привыкли быть победителями и никогда не будем побежденными. И сегодня на всей территории Одинцовского городского округа проходят памятные акции, памятная свеча, митинги у вечного огня в различных уголках наших территориальных управлений. Самая большая символичная свеча памяти высотой около 4 метров зажглась у монумента в деревне Салманово. Шесть лет назад был построен этот памятник. Правильно он называется – «Живые камни памяти и славы». А сегодня мы его называем «Живые камни памяти и скорби». День памяти и скорби. Цветы и венки к мемориалу возложили представители администрации, активисты партии «Единая Россия», общественники, росгвардейцы. Это память нашим предкам, нашим ветеранам, которые отдали свою жизнь и здоровье ради нашей победы. Почтить память погибших пришли и местные жители. Как и у всех, здесь в каждой семье есть свой герой, о котором вспоминают в этот день. Для меня это вообще священный день. И я до 4 утра вообще никогда не сплю. Мой дедушка Филипп Ольков лег под Тверью в 1942 году. Это, по-моему, была его третья война. То есть была Первая мировая, финская. И вот здесь он сразу сказал, я пушкарь. Ну, я как пехотинец, наверное, ему уже было 50. Акцию «Свеча памяти» провели актеры молодежного театра «Крылья». После официальной части они исполнили легендарные песни о Великой Отечественной войне. Запустили в небо белые шары в память о погибших, о ветеранах, о великом подвиге. Подобные мероприятия прошли и у других мемориалов и знаковых мест в нашем округе. Так символичные 1418 свечей, а именно столько дней длилась война, зажгли в этот день у стен главного храма Вооруженных сил России.